Новые витрины появились в музее военно-исторической миниатюры. Благодаря этому экспозиция значительно расширилась. Обновился стенд «История советского солдатика». Свои места на новых витринах заняли миниатюрные воины Древней Руси, римские легионеры, рыцари средневековой Европы. Здесь у нас такая морская тема, совсем немножечко, совсем чуть-чуть. То есть и одна из стендов, это у нас будет готовиться, там пока Черновик стоит, это битва за Берлин, штурм Берлин, то есть штурм Рейхстага нашими войсками. Там сейчас у нас солдатики плоские, но будут стоять уже потом объемные, они уже в работе. Обновки в музее появились благодаря победе в муниципальном конкурсе на представление субсидий некоммерческим организациям. Еще один приятный бонус получен из-за победы в конкурсе «Знамя Красной Армии». Музей военно-исторической миниатюры – часть военно-исторического клуба «Победители». Его молодежное объединение занимается реконструкцией рабочекрестьянской Красной Армии. И Красное Знамя – это главный символ этой армии. Считается, что приобретение знамя в полку – это одно из самых важных мероприятий в жизни полка. И мне в войне приятно, что благодаря нашему проекту наш музей обрел знамя, свое знамя. Это очень здорово. Благодарю эту службу, товарищи бойцы. Останавливаться на достигнутом победители не собираются. В планах дальнейшее развитие музея и обновление его экспозиций. Также Вячеслав Лапашов думает о том, чтобы переводить часть выставки в виртуальный формат, чтобы увидеть его солдатиков смогли из-за пределами нашего города. Мы являемся партнером нашего московского музея «Победы», который находится на Поклонной горе. То с ним уже у нас идет сотрудничество. А туда нужно отправлять карцинки нашего музея. Все это надо снимать. Теперь уже нужна техника для более детального знакомства других музеев и других городов с нашим музеем. Пока же только у жителей нашего города есть возможность познакомиться с уникальными экспонатами музея военно-исторической миниатюры. Он работает с понедельника по пятницу с 15 до 20 часов и находится в здании ОБЦ Носилкино, 10 дробь 1, без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Константин Островский, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров-24.